Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что так. Только на радио «Болтком» в любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире программа «Встретились, поговорили». И на связи с нашей студией, радиостанцией «Болтком», российский писатель и литературный критик Павел Басинский. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Видно, слышно нас? Да, слышно, видно, хорошо. Наш эфир проходит в рамках проекта «Культурная линия» совместно с нашими коллегами-журналистами из медиаклуба «Формат А3», которые прислали нам вопросы для Павла Басинского. И наш гость считается самым титулованным литературоведом России, лауреат различных литературных премий, автор биографии бестселлеров Льва Толстого и Максима Горького. Мы сегодня будем говорить о том, что происходит в современной русской литературе, о книжных новинках, о новой книге Павла Басинского, которая называется «Соня, уйди!» «Софья Толстая. Взгляд мужчины и женщины». О проекте «Писатели на карантине». И, пожалуйста, у нас работает WhatsApp номер 2306191. Вы можете присылать туда свои вопросы. И начнем. Ввиду эфир я, Ольга Авдевич, со мной в студии моя коллега Наталья Захарьят. Начнем мы с главного, наверное, книжного события в России. В июне, несмотря на пандемию, в Москве прошла книжная ярмарка «Красная площадь». Вот расскажите, Павел, как это было в этом году? Я только поправлю вас. Я не самый титулованный «Литература вед России», конечно. Вообще, скорее, не «Литература вед», а писатель и журналист. Хотя и кандидат. По совокупности различных литературных премий, которые вы имеете. Есть писатели, у которых больше литературных премий. Ну ладно, это неважно. Действительно, в этом году, как-то вот, несмотря на пандемию, мне удалось побывать на разных очень книжных фестивалях. Это книжный фестиваль «Красная площадь» в Москве, который, вопреки всему, прошел. И прошел очень удачно, успешно. Также не так давно я был в Калининграде, тоже на книжном фестивале. Он в торговом центре проходил, такой мини-книжный фестиваль. Он очень активный. Я там представлял другую свою книгу «Любовное чтиво». Это роман. И было очень много людей. Огромное количество автографов раздал. То есть просто люди очень интересуются литературой. Потом я был в Петрозаводске, где была такая мощная библиотечная конференция. Петрозаводск в этом году был столицей такого библиотечного конгресса, который проходит каждый год. И вот последняя поездка была в Архангельск, где был очень такой масштабный книжный фестиваль, который назывался «Белый июнь». Он проходил в самом центре Архангельска, в Петровском парке. До приехало много писателей из Москвы, из Петербурга. Там были авторы таких бестселлеров, как, скажем, Евгений Водолазкин. Оттуда приехал Алексей Варламов, из Петербурга Андрей Аствоцатуров. Ну, в общем, Майя Кучерская, вот, кстати, финалист премии «Большая книга» этого года. В общем, очень интересный такой фестиваль, который длился несколько дней и в Петрозаводске, вот, и... Ну, в общем, в Петрозаводске, да, основное проходило, основные мероприятия проходили. Со всеми... Со всеми... В общем, соблюдением мер предосторожности гостей пускали по билетам бесплатным, но обязательно надо было или справку о вакцинации, или ПЦР, значит, трехдневные. К нам как-то более щадящие отнеслись. Вот. Но, тем не менее, все идет, все живет. Вот, люди интересуются книгами, люди идут, покупают книги, интересуются писателями. А, Павел, вот еще до пандемии вы предлагали внести вот ярмарку «Красная площадь» в книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный такой книжный праздник в мире. Это действительно так? Нет. Это, конечно, не самая масштабная ярмарка в мире. Самая масштабная ярмарка в мире – это франкфуртская ярмарка. Надо понимать, что франкфуртский выставочный центр – это вообще целый город такой небольшой. И книжная ярмарка – это несколько павильонов. Есть лондонская книжная ярмарка, есть парижский книжный салон, есть московская международная книжная ярмарка. «Красная площадь» – она ярмарка камерная, но ее уникальность в том, что это единственная ярмарка в мире, которая проходит на главной площади страны, на центральной площади. Вот все ярмарки мира, они проходят в экспоцентрах, которые иногда находятся довольно далеко от центра города. А вот в Москве придумали вот такое, и это здорово, потому что ведь на Красную площадь идет очень много людей, приезжих, которые приезжают в Москву, и, конечно, идут там посмотреть Красную площадь, и вдруг попадают прямо возле стен Кремля, у собора Василия Блаженного, выставляют книги, продают книги, выступают писатели. Это, конечно, удивительный феномен. Вот это я имел в виду. – Именно как такой всенародный праздник? – Конечно, да, и просто в самом центре, понимаете? Ну, в центре ей некуда. – А вот учитывая… – По масштабу она как раз, но она большая, конечно, Москва, вообще в Москве все, что происходит масштабно. Но, конечно, по размеру она не сопоставима с Лондонской, или Парижской, или даже с той же московской международной ярмаркой, которая на ВВЦ, бывшем ВДНХ, проходит осенью. – Павел, а учитывая, что Вы побывали на этих крупнейших и важнейших таких литературных мероприятиях в первой половине 2021 года, у нас вопрос от журналиста Натальи Лебедевой из газеты «Сегодня». А чем, на Ваш взгляд, характеризуется нынешний этап русской литературы? Темы, герои, какие авторы, на чем сделаны акценты? – Знаете, это самый трудный вопрос, на который мне всегда очень трудно отвечать. Понимаете, вот если мы возьмем XIX век, ну там, в общем, говорить о каких-то общих тенденциях литературных можно, когда писателей, разных писателей, объединяют какие-то общие идеи, общие какие-то эстетические принципы. Скажем, в XIX веке общие герои, общие главные герои. В XIX веке, понятно, что разные писатели интересовались темой маленького человека. Очень важна была тема народа, освобождение народа, просвещение народа. Скажем, в XIX веке у них были какие-то общие эстетические принципы модерна, поиска новых форм и так далее, и так далее. Сегодня очень трудно определить тенденции, потому что сказать, что есть какие-то общие идеи, вряд ли. У каждого писателя свои идеи, свое мировоззрение. Сказать, что есть какие-то общие эстетические принципы, тоже очень трудно. Кто-то пишет в абсолютно реалистическом ключе, кто-то в модернистском, кто-то в постмодернистском, кто-то в авангардном, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, вот как я это определяю, литературный процесс – это сумма индивидуальных писательских стратегий, которые в том числе и связаны с определенными издательствами, с определенными журналами. Кто-то там издается за свой счет. Региональная литература – это одно, московская литература – это немножко другое, просто по возможностям, которые есть у писателей. И петербургская очень сильно отличается от московской. Поэтому трудно говорить о тенденции, скорее, но это происходит во всем мире. Это происходит во всем мире. Каких-то объединяющих идей очень трудно их найти. А вот недавно, совсем в июне, объявили финалистов главной литературной премии «Большая книга». И на днях началось всенародное голосование, открылось. Объявлен длинный список премии «Ясная поляна», в жюри которого вы входите. Вот, может быть, порекомендуйте, посоветуйте на что обратить внимание, какие-то новые имена или вот что-то новое, интересное, что там появляется. Вот те, кто хочет получить какую-то навигацию в современном российском литературном процессе, я прошу обращать внимание даже не на короткие списки, не на финалы крупных литературных премий, а их немного. Это «Большая книга», это «Ясная поляна», это «Национальный бестселлер». До недавнего времени еще был русский букер, который сейчас как-то на время исчез, надеясь, что возродится. Почему длинные списки? Короткие списки – это уже выбор определенного состава такого, так называемого, в общем, большого жюри, который выбирает финал. И здесь уже может быть субъективизм какой-то и так далее. А вот длинные списки – это, в общем, то, что отбирает либо Совет экспертов, как в «Большой книге», либо как в «Премии Ясная поляна», просто жюри, вот наш небольшой состав жюри, нам присылают примерно 100 заявок, из них мы отбираем примерно 40. Я вас уверяю, что это 40, это, в общем, представляет примерно весь спектр текущей российской литературы. То же самое с «Большой книгой». Ну, понятно, что 40 книг сразу все прочитать невозможно, но можно посмотреть аннотации в интернете, можно почитать уже отзывы на эти книги в интернете. Сейчас все можно найти в интернете. И, понимаете, критика, в принципе, сегодня, она ушла в интернет, она ушла в блоги. Ее нет практически в газетах. Журналы очень мало читают сегодня, у них маленькие очень тиражи. А книжных блогеров очень много, они очень интересно пишут. Вот, собственно, так и можно себя составить. Ну, вот, скажем, короткий список премии «Большая книга», да, вот он уже объявлен. «13 имен». Очень разные, очень разные писатели. И скажут, что вот я кого-то именно конкретно могу, ну, я могу порегомендовать Евгения Водолазкина, но его и так знают. Вот он выпустил новый роман «Оправдание острова». До этого не был великолепный роман «Брисбен». Леонид Юзефович, да, тоже известный очень писатель. Он написал роман очень интересный про XIX век, про «Помощь России», это такой исторический роман, «Помощь России грекам восставшим против Османской империи». Марина Абгарян-Симон, она тоже известная писательница, её очень любят, особенно женщины-читательницы. Вот, Юрий Буйду, очень интересный писатель. Я рекомендую, безусловно, книгу Майи Кучерской о Лескове, прозёванной гении, которая вышла в серии «Жизел» в издательстве «Молодая гвардия». Это первая полная биография Лескова. Лесков, конечно, заслуживает всяческого внимания, он обойдён вниманием, был и критики в своё время, и вот как-то биографии его полных не было. Вот Майя Кучерская, она 10 лет писала эту книгу, очень достойная, интересная книга. Павел, во время, в прошлом году, в период карантина в России, вы были инициатором такого замечательного проекта «Писатели на карантине» и рассылали российским писателям, известным анкеты с вопросами. Скажите, а как бы вы сами ответили на один из ваших вопросов? Дословно он звучит так. Не кажется ли вам, что мы сейчас живём во времена какой-то новой этики и новой стилистики в широком значении этого слова? Это вопрос от газеты «Суббота». Журналист Елена Смехова задаёт. Ну это очевидно, что мы живём во времена даже не новой стилистики, нового языка, новых понятий, новых смыслов и, соответственно, новой этики. Вообще язык, стилистика определённого времени, она, с одной стороны, зависит, безусловно, определяется общественными тенденциями, с другой стороны, она сама их задаёт. Я приведу два примера. Один частный, один такой достаточно общий. Частный мне рассказала писательница Ольга Славникова. Совершенно потрясающая история. Она ехала в метро, стояли два молодых человека, ну, два парня. И один другому так спокойно говорит, ты знаешь, у меня вчера мама сдохла. Ольга мне говорит, у меня, говорит, просто, так сказать, я съёжилась вся. После чего она из-за разговора понимает, что под мамой он имеет в виду матрицу компьютерную. То есть у неё полетела компьютерная, которую он называет мамой. Слава Богу. Но они не чувствуют этого. Вот два молодых человека, да, вот это совершенно новое поколение, они не чувствуют, что они произносят что-то чудовищное. Мама сдохла, да? Это такой пример, ну, немножко комический, хотя он трагикомический. А вот более серьёзный пример. Вот мы сейчас на любом, на политическом уровне, на общественном, даже на личном, постоянно используем вот это слово «вызов». «вызовы», да, вызовы времени, вызовы там, я не знаю, экономики, вызовы со стороны там других стран, вызовы, вызовы, вызовы. Этого слова не было раньше. Если вы вообще откроете словарь Даля, то увидите, что вызвать можно было на дуэль или собаку можно было. Вот вызов – это вызов на дуэль. Это англицизм, это челлендж, это то, что пришло из английского языка, это очень агрессивное слово. Вот. Я очень люблю англичан, но это всё-таки страна, которая в своё время колонизировала полмира, да? Вот. И вот этот… Вот он проник в русский язык, и мы всё время слышим не проблемы, да, которые можно решать, а вот вызовы. Это очень агрессивное слово, которое с другой стороны начинает определять наше сознание. Ну, а что касается карантина, я просто во время карантина прочитал где-то там в Яндекс.Дзене или что-то такой, как бы слоган «Не выходите на улицу, на улице люди». Я долго думал, что вот это что означает? Вы представляете опасность для людей или люди представляют опасность для вас? Вот это тоже, когда язык, да, формулировки какие-то, они, соответственно, порождены ситуацией, с другой стороны, они задают эту ситуацию, они как бы усугубляют эту ситуацию. Мы боимся людей, мы стали бояться людей в лифте, да, мы стали бояться людей в метро. Мы не целуемся больше при встречах и так далее. Так что вот это я имел в виду. В вашей анкете был такой вопрос. Писатель в России обязан быть пророком. Как вы думаете, когда это закончится и что нас ждет после этого? Какие ответы писателей на вашу анкету показались вам интересными? И что вы сами думаете? Я думаю, что это время уже закончилось. Все писатели сегодня не пророк. И практически все, кому я задавал этот вопрос, я разным очень писателям, там и Прилепину, Шургунову, и там Ласкину того же, который я упоминал, и Гузель Яхиной, в общем-то все отвечали, что время пророков закончилось. Сегодня, я думаю, что если писатель возьмет на себя миссию пророка, его или не поймут, или ему не поверят, скорее всего. Понимаете, литература в 19 веке, когда действительно Достоевский, Толстой были, безусловно, пророками, и даже еще в 20 веке, если мы возьмем Солженицына, предположим, литература была всем. Не было интернета, не было столько информации, столько мнений, которые каждый... У нас сегодня откроют, войдите в комменты любого блога, вы увидите же, у нас сегодня все пророки. Все знают, что произойдет с Америкой через год и даже завтра. Все знают, как должна вести себя власть российская, как строить отношения с другими государствами. Все стали специалистами и пророками. Когда такая ситуация, то быть писателю, быть пророком очень сложно. Я думаю, что сегодня все-таки задача литературы не пророчествовать. Я, честно говоря, вообще не очень верю в пророков. Я объясню, почему. Пророками называют тех, чьи предсказания сбылись, а те, чьи предсказания не сбылись, они их просто забывают. И все. Поэтому пророчествуют многие, но у кого-то они совпадают с тем, что происходит на самом деле. И сегодня скорее у литературы, если уж говорить о ее общественной миссии, скорее задача аналитики какой-то, психологического исследования, может быть, даже общественного анализа, может быть, даже политического анализа. Почему, в общем, политическая тема в литературе всегда присутствует, продолжает присутствовать. Но пророчествовать, мы не знаем, что с нами произойдет в ближайшее время. А как вы относитесь к писателям, которые выходят за рамки литературы и вот действительно идут в общественную деятельность? Я совершенно положительно к этому отношусь. Если у писателя хватает энергии и на то, чтобы писать, и на то, чтобы быть, допустим, депутатом Госдумы, или, как Сергей Шургунов, возглавлять политическую партию за правду, как Захар Прилепин, или высказываться по политическим темам, я беру, так сказать, другое крыло, сейчас же раскололись писатели, как, допустим, Дмитрий Быков или Дмитрий Глуховский. Если им хватает на это энергии, силы, ума, то ради бога. Другое дело, что литература очень не любит, когда к ней начинают относиться снисходительно. Вот моя главная задача – это общественные дела, политические дела. Ну, а роман я там напишу, когда будет время. Она не прощает таких вещей. Литература всё-таки требует абсолютной преданности. И здесь определённый выбор всегда существует. У писателей, которые идут в политику, в общественные дела, что всё-таки для них приоритетно. Что для них приоритетно. Понимаете, когда вы пишете роман, например, вы же уходите, вы живёте вообще другой жизнью совершенно. Вы должны придумать довольно большое количество героев, не должны жить в вашей голове. И чтобы при этом ещё оставалось время на участие в политику, это всегда проблематично. Павел, вы как-то написали, что считаете роман «Тургенева. Отцы и дети» самой гениальной формулой русского мира. А что такое русский мир вот в вашем понимании? Знаете, любой мир национальный, его, только поймите меня правильно, я совсем не изоляционист, не националист, и крайне не люблю таких слишком ретивых патриотов. Но всякий национальный мир, он, знаете, как определяется, это то, чего до конца не может понять и прочувствовать иностранец, человек из другого национального мира. Потому что национальный мир постигается с молоком матери вообще от рождения, он определяется очень многими факторами. Он определяется географией, ну языком прежде всего, конечно. Дальше географией, климатом определённым, историей, фольклором, песнями, которые мы слышим и поём сами. Что касается романа «Отцы и дети», почему я считаю это идеальным таким отражением русского мира? Потому что там всё удивительно сбалансировано, всё очень прозрачно и ясно. Скажем, Толстой в «Войне и мире», описывая войну 12-го года, это, безусловно, великий национальный роман, но Толстой всё-таки одержим, так сказать, определёнными идеями, он там под влиянием Шопенгауэра в это время там находился. Достоевский, у Достоевского было во многом такое катастрофическое сознание. А вот «Тургенев» – это очень гармоничный роман, очень гармоничный роман, и, прочитав его, можно прочувствовать, что такое русский мир. На мой взгляд, это так. Теперь у нас блок вопросов о вашей новой книге. Книга «Соня, уйди», Софья Толстая, «Взгляд мужчины и женщины», роман «Диалог». Написали вы её в соавторстве с писательницей из Санкт-Петербурга Екатериной Барбанягой. И вопрос от представителей книжной сети «Полярис», сеть русской книги Марк Гурьев. Он говорит так, значит, что книга написана бойким стилем, с прицелом на молодого читателя, явно с целью заинтересовать, заинтриговать. Название глав, кого больше штормило, селфи на могиле. Как вы считаете, есть ответная реакция молодёжи? Вам удалось зацепить? Оправдала себя такая форма живого диалога мужчина и женщина, стиль лексика 21 века? Вы встречались с читателями, слышали разные мнения. Вот какая реакция? Ну, мы не писали эту книгу там специально для молодёжи или там подстраиваясь под молодёжь. Тем более, что всё-таки судьба Софьи Андреевны, она больше интересует женщин, уже замужних, имеющих детей, потому что здесь, так сказать, коренились проблемы её отношений с Львом Николаевичем. Реакция на эту книгу была очень хорошая. Я вообще не знаю, она как-то родилась идея совершенно спонтанная. Мне предлагали давно, молодой гвардии, написать биографию Софьи Андреевны для серии «Жизелла». Я отказывался всё время, я говорил, должна женщина писать. И даже там есть уже в серии «Жизелл» книга Софьи Андреевны Никитиной. У неё свои достоинства, недостатки есть, но есть уже такая книга. Я говорил, ну, женщина должна писать, но я не понимаю, что такое «13 детей родить». Или уже в очень зрелом возрасте имею такого мужа, как Лев Николаевич, влюбиться в композитора и музыканта Танеева. Я не понимаю этого. И тогда Андрей Витальевич Петров, главный редактор «Молодой гвардии», который вот в этом году скорпостижно совершенно ушёл из жизни, очень трагическая история, он мне сказал, ты напиши в какой хочешь форме, вот совершенно свободной, пусть эссе будет, я не знаю, переписка из двух углов. Я тогда подумал, вот мы как раз познакомились с Катей на таком конкурсе «Зелёный листок», который каждый год проходит в Твери, в Доме поэзии, который Андрей Дементьев ещё основал в своё время. Она в Петербурге живёт, и я предложил, вот давай напишем в таком вот, в диалоге таком, вот взгляд мужчины, взгляд женщины на Софьи Андреевны. И мы сначала это пытались в Твери записывать, потом она в Москву по делам приезжала, я в Петербурге бывал, как-то на диктофон записывать, ничего не получалось. И тут вот грянул этот карантин, кстати говоря. И на карантине через мейл, через переписку, мы как-то очень быстро написали эту книгу, Катя перед этим прочитала, в общем, всю необходимую литературу, а Софья Андреевна её не так много, это её воспоминания, её дневники, воспоминания её детей, дневники Льва Николаевича, их переписка, его переписка с женой. И, в общем, вот вышла такая книга. Отзывы, они скорее положительные. Я мало встречал в соцсетях и на встречах, чтобы как-то резко негативно на эту книгу реагировали, потому что она действительно очень живо читается. Это, с одной стороны, действительно биография Софьи Андреевна. Вот если вы хотите, так сказать, узнать биографию Софьи Андреевны в целом, то вы её из этой книги узнаете. Потому что все главные моменты её биографии от рождения до смерти, мы, в общем, там исследуемые, я о них рассказываю. Но одновременно идёт вот такое обсуждение, и книга получилась очень живой, отклики скорее положительные, она хорошо расходится, чему я очень рад. Я совершенно не знал, какая будет реакция на эту книгу. Я вообще никогда не знал, какие будут реакции на мои книги. Я всегда стараюсь писать книги так, как не писал раньше, и как не пишет никто. У меня принцип такой. Знаете, есть бегуны, которые бегут по разным дорожкам на одном стадионе. Они так присматриваются друг к другу, кто там отстаёт, кто, значит, бежит впереди. Вот так писатели некоторые, они пишут и смотрят, а как там другого, каким там премией получил. А я стараюсь бежать не просто по соседней дорожке, а на другом стадионе. Я стараюсь писать книги, которые я точно знаю, никто не напишет. Поэтому у меня нет конкурентов, у меня нет зависти, очень спокойно себя чувствую. А вопрос от известного вам латвийского журналиста Ксении Загоровской, которая автор книги «Начальник последней станции» о латвийском железнодорожнике, в доме которого умер Лев Толстой. Главный вопрос такой. Любил ли Лев Николаевич Софью Андреевну? И отсюда вытекают следующие. Как получилось, что человек, который написал так много книг о нравственном совершенствовании, о долге и о счастье, сам был драматически несчастен в семье? Это очень сложный вопрос. Конечно, любил. И она его любила, и он ее любил. Хотя мы найдем, конечно, в дневнике позднего Толстого такую очень неприятную фразу, когда он пишет, что, в общем-то, он не любил никогда и женился, потому что надо было жениться. Но это, знаете, это все писалось в раздражении. Софьи Андреевны в дневниках мы найдем куда более резкие еще высказывания о муже. Но вот сейчас в Государственном музее Толстого, который одновременно является таким научным центром по изучению наследия Толстого, вот там литература веда настоящая работает. Я знаю, что готовится переписка, обоюдная переписка Толстого и Софьи Андреевны. Его письма, они опубликованы все в 90-м томнике, вот в этом. Ее письма к нему выходили не полностью в 1938-м, если не ошибаюсь, году. У меня есть эта книга, она, в общем, библиографическая редкость уже. Но вот такая полная переписка, вот ее письмо, его письмо, да, она вот только готовится. И Людмила Викторовна Колюжина, которая готовит в том числе эту переписку, вот она мне сказала, что когда выйдет эта книга, будет понятен, что это история невероятной любви на самом деле. Это действительно, вот смотрите, они ведь надолго никогда не разлучались. Вот 62-го года, когда они обвенчались, до 910-го, когда Толстой бежал из дома, ну или ушел из дома, назовите это как угодно, было бегство, конечно. Они ведь почти не разлучались. Но он там в Гоптину пустынь, там четыре раза ездил, в Киевско-Печевскую лавру, в Москву иногда по делам ездил, в Петербург даже иногда по делам ездил. Его письма к ней занимают два тома. Ее письма – это огромный том, который и там не полностью, там, дай бог, половины ее письма. Это что означает? Это означает, что во время коротких разлук они писали друг другу каждый день, иногда по два письма в день. Это говорит о чем-то, об их отношениях? То есть как только они расставались, они чувствовали абсолютную пустоту рядом с собой, понимаете, и не могли друг без друга. Поэтому они должны были восполнять, заполнять эту пустоту письма. И ты читаешь, господи, он рассказывает о каких-то мелочах вообще, подробно очень. Она ему рассказывает, как там Сережа, там их сын чихнул, сколько раз он там за день чихнул, как у другого ребенка по носу, все это она подробно ему описывает. Он приедет через день, а она ему это подробно описывает. Письмо приходит, когда он уже уехал, и его уже доставляет в Ясную Поляну. Поэтому, но при этом, это была сложная семья. Вы поймите, что Софья Андреевна действительно 13 детей родила. Она постоянно беременной была, постоянно это кормление, у нее грудница, она чуть не умерла, когда рожала Машу дочь от родовой горячки, вот как Анна Каренина, прям в романе Толстого. Он с конца 70-х годов держим новым мировоззрением, которое совершенно не совпадает с жизнью семьи, и с тем, что он раньше проповедовал в своей семье. Поэтому конфликты все время были, закончилось это очень драматически, это было связано с завещанием его о литературных правах, кто будет ими владеть. Он лишил жену этого права по завещанию, она это чувствовала, предчувствовала, понимала. Это привело к тяжелейшему конфликту. Но все время забывают, что прежде чем он ушел из дома, они прожили 48 лет. Назовите мне великого писателя, который прожил женой 48 лет, родил с ней 13 детей, и у которого сегодня больше 350 потомков прямых по всему миру. Вот все. Чифры говорят сами за себя. Педагог-журналист Элина Чуянова. После ухода из Ясной Поляны Лев Николаевич поехал в Оптину пустынь, где хотел встретиться со старцем Иосифом. Но не получилось, потому что тот был болен. Но если смоделировать эту встречу, о чем бы Толстой мог говорить со старцем? Какова была цель его посещения пустыни? Может быть, покаяние? Ну, я ведь предпочитаю в голову Толстого не залезать. И вообще, если я читаю книгу, в которой будет написано «Толстой подумал двоеточие» и дальше «что подумал Толстой», я ее сразу перестану читать, потому что никто не знает, что думал Толстой. Мы знаем, что он писал в дневниках, что он писал в письмах. По воспоминаниям из достоверных источников мы можем предполагать, что он говорил, но что он думал в каждый конкретный момент. Мы не знаем. О его поездке в Оптиную пустынь существует несколько версий. Но одна из версий, что действительно он поехал чуть ли не каяться перед церковью, хотел не просто помириться с ней, а раскаяться, и поэтому хотел встретиться со старцем Иосифом, который был учеником преподобного Амбросия. Амбросия уже умер в том времени, а с Амбросием Толстой три раза встречался. С ним еще и Достоевский встречался, Константин Леонтьев. Амбросий был духовником сестры Толстого, Марии Николаевны Толстой. Она ведь была монахиней в Шаммардинском монастыре. Это женский монастырь, рядом с Оптиной пустыней, который, собственно, преподобный Амбросий и основал. А Иосиф был его учеником. Толстой действительно ходил к домику, к его келье, но Иосиф болел в это время очень сильно. И мы не знаем, что происходило в этом домике. Есть короткие воспоминания его келейника, что будто бы Толстой подходил, келейник сообщил об этом Иосифу, тот сказал, ну, конечно, пусть заходит. Но дальше он пишет, что Толстой уже уехал. Это очень странно, потому что Толстой дважды ходил к этому дому. И он проходил мимо окон, но не стучался. Его предупредили. Ему сказали, что Иосиф болен. И вот здесь многие люди не понимают, что такое... Толстой был в хорошем смысле этого слова аристократом. И у них были определенные понятия о приличиях. Пойти к больному человеку без приглашения он не мог. Поэтому, как я предполагаю, он дважды ходил туда и как бы вот ходил возле окон в надежде, что его позовут. Что выйдет келейник, скажет, Лев Николаевич, заходите, отец Иосиф вас ждет и хочет... Рад вас видеть. При том, что поймите еще ситуацию. Вот, скажем, настоятель оптиной пустыни, он не мог бы принять Толстого, потому что Толстой был отлучен от церкви. Толстой был религиозный преступник. А вот старец мог. У старца были, они на особом положении находились. Я не думаю, что Толстой хотел раскаиваться, я думаю, что ему хотелось просто... Он большим интересом относился к монахам, к старчеству, ему нравился образ жизни, старчество, уединение. Вот это вот как бы духовная сосредоточенность такая. Он сам хотел так жить, но не ходить в церковь. Потому что все-таки от церкви он отошел. Это нужно понимать. Он был христианином, но не церковным христианином. Кто-то считает, что это невозможно, это его право. Я считаю, что это возможно. Толстой вот... Он хотел поговорить, он, может быть, даже хотел бы пожить возле оптиной пустыни. Это было возможно. Там были гостиницы, там его тетки жили возле оптиной пустыни и умерли возле оптиной пустыни, и похоронены в оптиной пустыни. Для него это вообще родное место было. Он там несколько раз бывал. Ему хотелось поговорить, может быть, даже поспорить, я не знаю. Но предполагать, что он там упал бы на колени и стал бы каяться, нет. Все-таки Толстой был... Следующий вопрос... ...в своих мыслях. Из Литвы. Журналист Альгис Каланта по биографии Толстого и по его произведениям в Театре Маяковского поставлен спектакль «Русский роман». Пьесу написал Мариус Ивашкевичус, а поставил Миндауга Скарбаускис. Как вам литовский взгляд на русский роман? Я видел этот спектакль, меня приглашали на вторую премьеру. Спектакль очень хороший, замечательный. Симонова в роли Софьи Андреевны. Вообще он очень интересно построен. Я предполагаю, что автор пьесы читал мою книгу «Лев Толстой. Бегство из Грая». Я чувствовал, просто мне другие люди говорили, что там есть определенные моменты, которые явно взяты из моей книги. И ради бога я очень рад, что книга и здесь какое-то продолжение ее судьбы есть. Очень интересный спектакль, очень необычный и, в общем-то, в общем, правильный вполне. Здесь показаны отношения Софьи Андреевны и Толстовой, ее ревность, как Синьи Базыкиной, с которой у Толстого был внебрачный ребенок. Вот вокруг этого, так сказать, все. Он с юмором, с другой стороны, трагический. Мне понравился этот спектакль. Единственное, я не понимаю того, что сейчас такие длинные спектакли, по три-четыре часа. Но такой театр. В этом году, в день рождения Гоголя, министр культуры Украины в своем телеграм-канале вдруг заявил, что Россия принудительно записала в русские классики украинской литературы Николая Гоголя. Вот как вы расцениваете подобные заявления? Ну, глупость абсолютно. Никто Гоголя никуда не записывал. Гоголь писал на русском языке. В раннем Гоголе, у раннего Гоголя очень много украинизма, конечно, безусловно. Это придает, ну, я имею в виду, вечера на хуторе близ диканьки, прежде всего. Вот. И вообще весь, вот так сказать, вот этот вот малорусский цикл украинский цикл в Тарасе Бульбе очень много, там, скажем, Тарас Бульбович как говорит о никчемных людях, он говорит, казнащок. Бог знает что, казнащок. Вот. И это придает колорит определенный, конечно, раннему Гоголу. Определенный колорит. Да ради Бога, он и русский, и украинский, и мировой писатель Гоголя, когда переводится на иностранном языке. Но, и пусть, если хотят, по-моему, переводят его на украинский, хотя я не совсем понимаю, как вечера на хуторе близ диканьки, так, где огромное количество украинизмов, но это на русском языке. Перевести на русский украинизм, как бы аромат украинизма пропадет сразу, если все будет на украинском. Вот. Ну, это ранний Гоголь, а как быть, о мертвой душе, о Гоголе петербургского периода, шинель, нос, там записка сумасшедшего, пьесы его, ревизор, женитьба. Причем здесь, так сказать, Украина? Гоголь родился на Украине, в этом плане Украина подарила, конечно, Россию Гоголе. Мы очень благодарны Украине за это. Записывать его в украинские писатели. Господи, да пусть записывают, мы только рады будут. Пусть он будет украинским, русским. Он Гоголе. Вопрос от Натальи Лебедева, журналист газеты «Сегодня». Вы преподаете студентам литературное мастерство. В каком ключе вы их воспитываете? Как вам вообще сегодняшняя молодежь, что вас в них радует? Ну, молодежь. Я не настолько стар еще, чтобы, знаете, вот там, радует меня молодежь. Ну, радует. Меня и старики радуют, молодежь радует. Знаете, что касается литературного института, преподаватели литературного института, они делятся на две категории. Одни такие деспоты, диктаторы, вот они говорят, вот так надо писать, они учат писать, они сдают форматы определенные, чтобы на выходе был уже, так сказать, готовый профессиональный писатель. Есть писатель-либерал, вот которым я принадлежу. Несмотря на то, что я преподаю литературное мастерство, я придерживаюсь убеждения, что научить писать нельзя. Можно научить играть на скрипке, можно даже научить рисовать, лепить. Это не факт, что гениальным станет, да, музыкантом или там рисовальщиком, художником, но рисовать будет, играть на скрипке будет. А вот научить писать, понимаете, почему трудно? Мы же все владеем письменным языком. Все умеют писать. Трога говоря, все могут сесть и начать писать. До этого не нужно учиться. В школе уже научили писать, и сочинения мы там писали. А вот и в этом сложность, понимаете. А вот научить художественно писать, чувствовать, что такой диалог, что такой герой, что такое второстепенные герои, скорее сценаристам можно научить. У них там есть свои, так сказать, приемы определенные, сценарные. А вот в литературе очень сложно. Поэтому я говорю, что я сразу студентам говорю, у меня сейчас второй уже будет выпуск, что я не научу вас писать, но я могу научить вас, как учиться писать. Вот скажем так. Ну, плюс я стараюсь им помогать там в публикациях каких-то и так далее. У нас несколько вопросов пришло по WhatsApp. И едва вот на одну тему. Смотрели ли вы фильм Шахназарова Анна Каренина с Лизой Боярской в главной роли? И ваше мнение. И видели ли вы версию Анны Карениной снятой BBC? Вы имеете в виду, может быть, все-таки Войну и мир снятой BBC? Войну и мир. Да, да, да. Это, простите, как по WhatsApp прочитала. Значит, я смотрел, конечно, версию Шахназарова и вообще смотрел практически все экранизации больше 30 Анны Карениной в мире. Больше 30 экранизаций. Ни один роман не экранизировался столько, сколько экранизировался Анна Каренина. Это самый востребованный мировым кинематографом роман. Дело в том, что я сейчас готовлю для издательства АСТ редакции Елены Шубиной книгу под названием «Подлинная история Анны Карениной». Я абсолютный фанат этого романа. Я его читал 7 или 8 раз. Сейчас еще раз перечитал. Сейчас, пока пишу, еще раз перечитываю. Я хочу рассказать, что на самом деле происходит в этом романе, потому что многие как раз воспринимают Анну Каренину через киноверсии. Шахназарова, Ли Соловьева, Александра Зархи, лучшая, безусловно, в мире экранизация. Анна Каренина наша. Александра Зархи с Самойловой, с Лановым, с Гриценко, с Яковлевым. Но есть и мировые очень интересные. Софи Марцова в главной роли, с Вивиен Ли, с Гретой Гарба. Какие только мировые актрисы лучше не играли, не исполняли роль Анны Карениной. Фильм Шахназарова, он же и сериал одновременно, и полнометражный фильм. Я смотрел, у меня сложные к нему отношения. Я очень люблю Шахназарова, как режиссера, и фильм сделан очень-очень качественно. Кстати говоря, особенно по костюмам, по деталям интерьера, там просто вообще, так сказать, комар носку не потучит. Там все воспроизведено очень-очень точно. В других фильмах такого нет. Но Шахназаров решил, что история Левина не нужна. Он совершенно выбросил. Левина нет. В романе Анна Карениной история Левина занимает ровно половину книги. И Толстой сам говорил, что это роман «Свод». Вот он как свод сделан. Ну, знаете, вот как камины делаются, как арки делаются. И там есть такое понятие замка. То есть камень или кирпич, который держит этот весь свод. Он говорит, никто не догадается, где замок. Вот я в том числе пытаюсь догадаться, где замок. Потому что действительно два романа как бы в романе. Роман о Левине и роман об Анне Карениной и в Роском. Ну вот Шахназаров решил так. Плюс он добавил к этому роману рассказ Вересаева из времен уже русско-японской войны, до которой дожил Вронский, до которой дожил Сережа, его сын. Вернее, сын Каренина и Анны. И вот они встречаются, значит, на русско-японской войне и начинают... И он рассказывает историю его любви к Анне. Интересный фильм. Ну, мне кажется, боястка несколько грубовато для Анны Карениной. Она хорошо играет. Вот. Вы знаете, мне все экранизации нравятся. Чем больше будут экранизировать, тем лучше. Что касается постановки Би-Би-Си. Ее многие ругают, мне она нравится. Это... Би-Би-Си вообще плохих фильмов не делает. У них много денег и очень большие возможности. И... Вот, например, там говорят «Ха-ха-ха! Там возле дома Ростовых лежит свинья». Такого быть не может. Да может. Москва была большой деревней, она состояла из усадьи под деревню. И там и куры, и свиньи, и лошади свои были. И у Толстого дом хамовника, это усадьба была. Вот. Поэтому он очень красивый. Нужно просто понимать, что это «Война и мир», прочитанное британцами. Вот когда ты это... Как делаешь этот акцент в своей голове и в определенном образом настраиваешь свое зрение, свой хрусталик на этот фильм, тогда ты получаешь, извините, кайф от него. Я просто кайф получал, потому что мне было интересно, как британцы видят эту историю. У них, конечно, в Балконске это абсолютно, так сказать, шотландский аристократ. Я не помню, как имя актера, который играет. Это шотландский аристократ. А Пьер Безухов, он на Гарри Поттера вообще похож. Ну, невероятно обаятельный. Павел, время нашего эфира подходит к концу. И последний, быстрый вопрос. Вот если бы сегодня человечество решило послать в пространство во Вселенную, в космическое, некое главное произведение всемирной литературы, на ваш взгляд, что бы это могло быть? Быстро отвечаю. Нет такого главного произведения и нельзя посылать одно. Если человечество решит послать в космос литературное произведение, нужно создать мировую комиссию из самых умных людей, чтобы они составили хрестоматию мировой литературы. Это, кстати, будет очень увлекательно. И цивилизационное такое общее дело. И вот эту книгу послать в космос. Кстати, блестящая идея. Мы будем с нетерпением... Подсказываю ее. Можно уже заранее составлять. Будем с нетерпением ждать вашу новую книгу о секрете Анны Карениной. Напоминаем, что книги Павла Басинского в Латвии можно приобрести в торговой сети русской книги «Полярис». И там есть и «Любовное чтиво», и «Соня, уйди», заказать в интернете. И наш эфир проходил в рамках проекта «Культурная линия» с участием журналистов Международного медиаклуба формата «А3». Благодарим нашего гостя. Наш гость – российский писатель, литературный критик Павел Басинский. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.